Сымские чиновники запретили крестный ход. 14 октября в Покровпе Святой Богородицы верующие планировали пройти к разрушенному Покровскому храму, чтобы помолиться о мире. Шествия проводят каждый год, но в этот раз чиновники решили иначе. Почему? Светлана Шакера расскажет. Прихожонка Оксана вспоминает, как два года назад была участницей крестного хода. Шли от Спаса Преображенского храма до Покровского. На месте разрушенного храма проводят службы. Люди молятся за мир, за благоустроение в нашем государстве. Эта соборная молитва имеет крепкую силу. И Господь защищает и наш город от всяких бедствий. В этом году в епархии планировали провести целых два крестных хода. 14 октября на Покров Богоматери и 22 октября в праздник Корсунской иконы Божьей Матери, покровительницы Сум. Но после того, как заявка о готовящемся мероприятии попала в мэрию, ее решили рассмотреть члены исполкома. Это решение нужно было сначала угодить с такими организациями, как национальная полиция, как служба успеха в Украине. Потому что это может быть как-то заворожение. Потому что против этой епархии есть определенные запрещения граждан, которые проведут в Суму. Есть как партия, как противники. В итоге чиновники проголосовали против церковных шествий. В Сумской епархии о решении узнали из СМИ и считают его незаконным. Ведь епархия должна лишь уведомить городские власти о планируемом мероприятии. Исполком Сумского городского совета принимает такие незаконные решения, вопреки 39-й статье Конституции Украины, вопреки другим законодательным актам. Исполком в данном случае является продолжателем дела большевиков, которые разрушали, уничтожали, распинали, оплевывали наши христианские народные святыни. Голосовавший против проведения крестного хода Владимир Штенингер объясняет, в городе боятся провокаций. Потому что крестный ход совпадает с Днем защитника Украины и Днем украинского казачества. И чтобы избежать конфликтных ситуаций, столкновений, я считаю, в эти дни верующие московского патриархата могут ограничиться храмовыми богослужениями. Ведь государственные праздники никто не отменял и переносить не будет. Но верующие уверяют, несмотря на запреты, крестный ход они все равно пройдут. Светлана Шекер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интерсумы.